МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации Толерадо и компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. 21-го жюня завершается сбор подписов за кандидатов у президента Республики Беларусь. Сгодно с даденами Гомельской областной комиссии по выборах керавника державы выполнил в исходном регионе Краинных этот процесс проходит в спокойной обстановке. Олег Сентеров потекавился ходом выборчей кампании в Жлобинском районе. На годиннику, около 12 дня, на шмар таких жлобинских предприятиях начинается обеденный перепынок и количество людей на улицах повалечивается. Некоторые подходят до пикетов по сбору подписов за кандидатов у президента Беларуси. Сами члены инициативных групп кажут, что сейчас активность уже не такая значная, как на початку кампании, а лет их, кто жадает покинуть свой подпис Яшеха Пая. В первые дни у нас было очень много, даже очередь стояла. Вот сегодня за полчаса мы собрали 25 подписей. Как напевно и у первоважной большинства инжи городов Беларуси, пикеты в Жлобине можно убажить у основном на головных улицах и коля великих кандидовых кропок. Причем практически каждый день места организации пикетов изменяются, что отклумажится у тымнику с жиданием дать мягчимость покинуть свои подписы жахарам усих районов. Для сбора подписов усе инициативная группа выбирают место, где шмат людей. Это заразумело, но свои коррективы уносить и на дворе, потому что вытремить весь день при 30-ти градусной спекоте просто немогчимо. А тому усе пикеты сегодня находятся выключено у тяни. У этом есть и еще один плюс. Жлобинчане затремляются побольше на больше протяглый термин. Некто, правда, имкнется не только покинуть подпис, а и поделиться своими житевыми проблемами, тей надворот радостями, с увлеком того, что, звычайно, пикеты находятся недалеко один от одного. В следующий раз можно даже почувствовать общий медиаразмова. До речи, сами члены инициативных групп для такого суседства своих политичных оппонентов относятся спокойно. Между собой мы прекрасно дружим, даже улыбаемся. Вот смотрите, мы улыбаемся. Вот посмотрите на улицу. Никто же не улыбается, а мы улыбаемся друг другу. То есть мы делаем одно общее дело. Если в Жлобине был главный шаг к сбору подписов про организацию пикетов, то у сельской местности так только иншая. У везцы Кирова Жлобинского района инициативные группы наведывали местных жихаров непосредственно у их домовладания. Неких скаргов от вязковцев ни в районную комиссию, ни в сельский совет не поступало. У нас практики не было, чтобы мы вставляли пикеты. У нас работает инициативная группа, которая ходит по домовладениям. У них есть необходимые документы, которые они предъявляют. Потом заходят в домовладение, объясняют ситуацию и происходит сбор подписей на выдвижение кандидатов президента Республики Беларусь. Для организации проведения выборов президента Республики Беларусь у Жлобине утворена районная комиссия. Сегодня тут готовы принять и выслухать у всех, кто мое в этом потребу. Члены комиссии кажут, что поколи неких больше-меньш значных порушений не зарегистровано. Извертаючи увагу на такую околичность, инициативные группы некоторых кандидатов у президента зарабили ставку на областный центр и сбором подписов у района практически не занимались. На территории нашего района идет активно сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты. Поддержку пяти кандидатов в депутаты. Спокойно идет эта кампания, люди спокойно подходят, ставят свои подписи и, естественно, предоставляют паспорт. Олег Сентяров, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. На минулых выходных у Гомеля отбылась традиционная встреча былых партизан и подпольщиков бригады «Большевик». Все лета вядомому отраду спойнилась 74 года. И он был первый на территории в области, створенный в дневне 1941 года, подчас оборончих боев за Гомель. Партизаны большевика проводили диверсии на чигунцы и основных автомагистралях, целиком парализовали рух судов процессов, разом с частями «Червоной армии» удельничали у операции «Багратион». З нагоды святкования 74-й годовины створения отрада «Большевик» гостей запросили на святочный концерт у Гомельский областный музей военной славы. У дел ворочистости приняли ветераны войны и працы, были партизаны и подпольщики, представники органов улады, громадских организаций и объединений, а так само молодь. Па часу встречи узнавели у памяти. Угады Великой Айчинной на территории Гомельщины деничала некольких групп и отрадов специального призначения. Партизаны и подпольщики оказывали им значную допомогу у разведывальной и диверсийной деятельности. Паня полных дадзиных только у Гомеля и его пригородах деничали больше, как 40 подпольных групп, и кей объединовали у своих родах каля 400 человек. Гэтая партизаны и подпольщики знищили извыж 10 тысяч гитлеровцев и больше, как 3 тысячи одинок военной техники ворога, и они вывели из немецких лагеров смерти больше, как 8 тысяч военнополонных и выратывали от сгону у фашистское рабство 5 тысяч советских грамадян. На таки самоданы крок партизаны и подпольщики ишли не шкадывчи у властных житцев, а там у сёня долг нашчатков памятать и николи не забывать про этот великий бесценный народный подвиг. Мы, как молодое поколение, должны уважать, ценить старания наших бабушек и дедушек, то, как они отстаивали нашу страну, нашу жизнь. И то, что мы сейчас живем спокойно в мирной стране, это очень здорово, и мы должны об этом не забывать и помнить всегда. На этом тыдне завершается эфирный месяц специального проекта телерадиокомпании «Гомель» «Фестиваль талентов на Пушкина-8». Это уже традиционный цикл передач в рамках ток-шоу «Пушкина-8», которые все лета присвечены году молодой. А тому и герои выпуска в первую очередь молодые и инициативные жихары Гомельской области. Телепередачи побудованы по наступным принципам. В первом блоке компетентные эксперты рассказывают об основных на прамках реализации державной молодежной политики у нашем регионе. Другая частка кожного с выпуска у ГЭТа своего рода импровизованный концерт, который дополняет интервью про творчество коллективов и артистов нашего региона. Глядите финальный выпуск цикла «Фестиваль талентов на Пушкина-8» сегодня у 18.10 и завтра у 7.10 на телеканале «Беларусь-2». Сегодня матчем у Мазыры будет завершена программа 16-го тура чемпионата Украины по футболю в высшей Лизе. Славя будет принимать суседа по турнирной таблице Жодзинская торпеда «Белаз». У футбольного клуба Гомелю в этом туре соперник был больше грозный. Борисовский Батэм. Матч с лидером чемпионата – соправдное выпробование для молодой гомельской команды. И поддержка трибуны в этом сопредстоянии будет совсем не лишней. А тому напереду дни матча гульцы команды вышли на улицы города, чтобы особисто запросить гомельчан на футбол. Приходите к нам на футбол и, я думаю, вы не пожалеете. Все будет сильно. Нападающий гомеля свое слово «стрыма». У болельщики их сгодно протоколу на трибунах было больше за три тысячи и не пошкодовали, что пришли на центральный. С первых хвилин борисовчане дали зразуметь, что мают намер отправиться до дому с трыма очками. Працу у гомельской обороны и голкипера Олега Ковалева хапала. Однако отсиживаться на своей полове до финального свистка господары не сбиралися. В середине первой половы гульни Геннадь Близнюк пасом вывел Алексея Цеслюка на рандеву с борисовским голкипером, а не нападающий не смог его переиграть. В другом тайме борисовчане измочнили тиск на вороты господаров. Тея в свою чергу заиграли больше грысивно. На опошней хвилине у гомельчан была добрая махчимость творить сенсацию, однако Виталь Новик с доброй позиции не трапил у вороты. Увы, не ку боевая ничия 0-0. У турнирной таблицы гомель застався на 12-й позиции, а леадрыв от передопошняга 13-го городка складая 5 баллов. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Новины регионы, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by И на этом выпуск завершенный. В студии працевала Наталья Игнаценко. Усего доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин